Этой ночью в 31-й бригаде бодрствовал весь личный состав. Обычно такое случается во время учений, на этот раз повод не менее весомый. Желание погрузиться в купель высказали практически все воины-миротворцы. Сразу после торжественного богослужения в бригадном храме святого Ильи Пророка традиционный крестный ход. Этот обряд, он не совсем, нельзя полноценно сказать, что это религиозный обряд. Это больше именно такая русская, славянская традиция, которая показывает не просто нашу веру православную, потому что в этот день, как известно, мы вспоминаем крещение Господне, конечно, в первую очередь. Но это показывает еще и силу духа нашего народа. Как гласит предание, именно в этот день был крещен сам Иисус Христос. Он даровал падшему во грехе человеку возможность получить благодать Святого Духа после обряда крещения. Братья и сестры, с великим праздником вас! Здоровья, радости, счастья вам! Да будет в ваших сердцах вера, надежда и любовь! Да не покинет нас Господь в делах, житейских и служебных! Ради Господи, будьте здоровы! Температура воды далека от Иорданской. Но это не останавливает любителей окунуться в купель, тем более десантников. Сквозь лютый мороз и страх, отбросив все сомнения, перекрестясь в купель с головой. Но не купанием проверяется вера, а праведными поступками и благоразумием, говорит полковой священник, отмечая при этом. Крещенская вода обладает целительной силой. И все же после выхода из нее врачи рекомендуют быстро вытереться, надеть сухую, теплую одежду и выпить горячего чая. И никаких рюмочек для согрева. Ух, даже смотреть холодно. Крещение традиционно справляется с 18 на 19 января. И так происходит на протяжении всей истории православной Руси. Вы знаете, как заново родился. Полное очищение, умиротворение и благодать. Вообще здорово. А вы каждый год так ходите? Если честно, это в моей жизни пятый раз. Пятое такое тайнство. Не жалею и в будущем году снова пойду. Эпидемиологическая ситуация вносит коррективы в обычаи. Хоть медики и посчитали, что опасность заразиться коронавирусом в проруби не выше, чем в других общественных местах, все же о мерах противодействия к ковиду забывать не стоит. Кроме того, в избежание других заболеваний в местах крещенских купаний оборудовали пункты обогрева и организовали дежурство медицинских работников. Павел Патриков, Валерий Клочков, репортер 73.